Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Покажеварим и... Жертва маркетинга! Да-да-да, я вам говорил, что в магазинах найти что-либо интересное очень сложно. Но зато, черт подери, пока мы делали съемки для рубрики «Мимоходом» на заправке трасса, я увидел вот это чудо. Ребята, космопит. Тюбики для космического питания, для питания космонавтов. Я просто не смог сдержаться, и я, естественно, купил космическое питание. Вот это все обошлось, ребята, три косаря примерно, может быть, чуть меньше. Но вот каждая вот эта вот штучка стоит 300-400 рублей. Кажется, такицы. Безумие, абсолютно безумие. Если бы это не было мне просто интересно, я бы, конечно, никогда бы себе, наверное, покупать не стал. Космопит набрал все, что можно. Борщ, компоты с сухофруктов, творожный крем, свинина с овощами, мясное пюре, грибной крем-суп. Десерт где? А, вот, творожный крем с фруктовым пюре. Давайте посмотрим, что это такое. Они как-то еще по цвету делятся, смотри. Розовый, а, розовый это десерт. Вот это второе. Вот это компот голубенький. И вот это первое, что ли? Да, это первое. Ну, начнем, наверное, с супчиков и начнем. Вот, ребята, суп-крем-борщ. Нет, просто борщ. И крем-суп грибной. Ой, ого. Вот это комплекташечка, что это? Что здесь такое? Порция Космопита равна 165 граммам. Именно такой вес рекомендован для одного блюда при правильном питании. Вот оно что, я и не знал. Постави какая-то дейонизированная вода зачем-то. Беспламенный подогреватель. Смотрите, что это такое? Ребята, это какие-то чудеса вообще. И влажная салфетка. Ребята, это подогреватель Космогрелка. Это реально пакет для подогрева. И что тут делается? Подогреватель беспламенный, компактный. Вот инструкция. Давайте делать по инструкции, что ли. Складываем так. Вот оно. Смотри. А воду надо вот эту наливать, что ли, я не понимаю. Вот для воды. Вот прямо написано, что это для воды. Согнули. Положили горизонтально. И что происходит? Оно должно нагреваться, что ли, типа, или что? Да, слушайте. Вот снизу идет подогрев. Смотрите. Вот 42 градуса. Вот здесь вот прям существенно тепло. Оставим, пускай греется. Здесь еще два вот таких причиндала есть. Это, видимо, для накручивания, ну, выдавливания еды из тюбика. Сейчас попробуем. Прошло некоторое время. Я думаю, что можно достать уже и попробовать. Вот так, ребята. Химия работает на людей. Видите, там какой-то реагент, который, он прям какой-то порошок намоченный, который выделяет тепло. Я, естественно, могу это попробовать просто так, из тюбика, как это положено, да, проткнув его специальной вот этой штукенцией. Но я все-таки хочу вам показать консистенцию. Мы не в космосе, да, у нас есть возможность все-таки показать вам, как это выглядит. Давайте крем борща выдавим. Борщичок. Слушайте, ну, он там застревает периодически, видите? Оп, и крем-суп грибной. Вот так вот он выглядит. Ну, что сказать, это интересно, это, ну, минимум любопытно. По запаху, вы знаете, борщ пахнет борщом. Крем-суп из грибов пахнет крем-супом из грибов, черт по-видели. И вот, у нас есть такая штучка, которой мы можем, ага, во, накруточка, смотри, накруточка. И начинаем крутить, смотри. И у нас отсюда выделяется крем-суп. Ммм, это вкусный крем-суп. Жалко, что 165 граммов. Прям такая консистенция с кусочками грибов. То есть, это не прям вот такая кашка, знаете, не пюре для детей. Ммм, ой, мне понравилось. Давайте борщичок по той же технологии отведаем. В общем, ладно, короче, на борщи не работает эта тема с накруткой. Блин, даже кусочки мяса попадаются. Слушайте, я не ожидал, что это будет действительно вкусно. Я думал, это полная ерунда, но в плане, я имею в виду, вкуса. Нормальный борщичок, он по консистенции, он естественно, чтобы пролезать вот в это маленькое отверстие, он, конечно, перемолот, ну, до того состояния, чтобы пролезать. Дома у нас более крупноформатные борщи, но, тем не менее, чувствуются, чувствуются прям кусочки. Это лайк, по вкусу это лайк, такой сладенько-кисленький, хорошо насыщенный борщец. Я начинаю завидовать космонавтам, это действительно вкусно. Но вот если выбирать из двух супчиков, мне вот крем-суп грибной мне понравился больше. Класс, не, вообще и борщ классный. Видите, да, какая консистенция? Давайте попробуем повторить успех со вторыми блюдами. У нас здесь, что у нас? Свинина, мясное пюре, мясо с гречкой. При нагреве внутри даже что-то шипит, слушайте. Я надеюсь, слышно было. Ну что, у нас все нагрелось, ребят, начиная вторые блюда пробовать. Мясо с гречкой, достаточно горячо, кстати, держать. Минут пять у меня это все грелось. Мясо с гречкой. Но, слушайте, очень плотная консистенция. Посмотрите, это свинина с овощами. Вот она. Слушайте, я думал, это будет как пюрешка, а нет. И это мясное пюре. Мясное пюре выдавливается поинтересней. Ну что, давайте пробовать. Первое у нас идет это мясное пюре. Слушайте, круто. И солено как надо. И консистенция прям радует. Вот серьезно. Я в детстве не очень хотел быть космонавтом. И, наверное, подсознательно, в том числе потому, что я не понимал, что там есть. Но если так кормят космонавтов или хотя бы приблизительно, я даже немного им завидую. Свинина с овощами мало отличается по вкусу, честно говоря, от мясного пюре. Тоже свинина, да? И вот этот последний тюбик, который тяжелее всего давался для выдавливания. В выдавливании он у нас был, правда, первый. Мясо с гречкой. Мясо с гречкой. Прикольно. Вот гречка, кстати, перемолота, мне кажется, прям совсем. А мясо кусочками. Ой, мне пора дула. Короче, не, свинина с овощами, наверное, самая годная по вкусу. Вот это мясное пюре на втором месте. И, в принципе, тоже на втором месте. Вот это мясо с гречкой. Короче, это реально вкусная еда. Это такая клевая-клевая столовка. Ну, то есть тот, кто делает рецептуру, те красавчики, это хорошая столовская еда. Ну, а, соответственно, она сбалансирована там для космонавтов каким-то образом, видимо. Годнота. У нас остается только, значит, компот. Мы сейчас прям его попробуем. И в конце попробуем десерт. Творожный крем с фруктовым пюре. Их, очевидно, подогревать не надо. Я уверен, что вам интересно, как выглядят и компот, и десерт. Я сейчас вскрою творожный крем. Чуть-чуть какая-то эмульсия оттуда у нас вылетает. О, запахло творогом. Вот так выглядит творожный крем с фруктовым пюре. Ну и компот. Прямо и нальем, да? Нет? Да, вот он, компотик. С кусочками сухофруктов. Давайте сначала попробуем попить. Прям классика. Классика. Отличный компот из сухофруктов. Никаких претензий. Разве что, может, чуть-чуть сладковат, как по мне. Так, ну и творожный. Последний у нас десерт. Это творожный что-то с фруктовым пюре. Слушайте, ну, по вкусу это все более, чем достойно. Сладенький фруктовый творог. Несмотря на то, что выглядит он, конечно, так себе по вкусу. Класс. Все, подводим итоги. Если честно, когда я это покупал, я представлял все это гораздо хуже по вкусу. И думал, что это, ну, тюбик выдавливаешь, ешь. А тут вот какие-то мулечки, фишечки, накруточки, разогревашечки. Блин, ребят, честно, я наигрался. Вот серьезно, я сейчас немножко впал в детство. Я посерьезки наигрался, мне понравилось и разогревать, мне понравилось вот это вот накручивать. Ну и, конечно, возвращаясь в тизю кулинарного канала, я скажу, что по вкусу это все очень достойно. Каждое из блюд прям предельно классно сделано. Прикольно, прикольно. Я говорю, попробовать можно, попробовать можно. Ну, то есть, если бы это стоило дешево, я, может быть, вместо дошика себе такие тюбики бы покупал. Где-нибудь в пятерочке. Ну, стоил бы там суп, например, ну, 100 рублей. Вот в таком формате. Я бы все его покупал, серьезно. Мне даже подогреватель не надо. И чуть побольше, конечно, 165 граммов мало. Так, а производит это кто, кстати? Изготовители. О, космическое питание, так и есть. На Варшавке ребята сидят и вот написано и делают. А, нет, производство в город, город Орел, улица Комсомольская, дом 170. Люблю я город Орел. А центральный офис, видимо, на Варшавке. Ну, в общем, такие дела, ребят. От меня этой интересной истории пятерка абсолютно точно. По вкусу это 4 с плюсом абсолютно точно. На сегодня все. Если что-то будет новенькое для жертвы маркетинга, мы обязательно сделаем. Ну, вот так вот попробовано 3000 рублей в виде космического питания. Любопытно, на мой взгляд. Спасибо, что были со мной. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok